За пять лет оккупации Крыма его культурное наследие оказалось под угрозой уничтожения. Под видом реставрации власти РФ разбирают Бахчисарайский дворец, а на территории Херсонеса Таврийского ведут раскопки. Из-за строительных работ древние памятники разрушаются. Есть ли шансы их сохранить, разбиралась Инесса Занина. Другого такого в мире нет. Ханский дворец Бахчисара единственный образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Мечети, дворец, гарем, бани, комплекс стиля Османской империи строили два с половиной века, начиная с 1532 года. Спустя почти пять веков его занесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем самым Украина взяла на себя обязательства по сохранению этой памятки культуры. В 2014 объект должны были занести в основной список, однако после аннексии Крыма шансы попасть в него уменьшаются. Захватчики начали так называемую реставрацию зданий, а по сути уничтожение их аутентичности. На сегодняшний день мы имеем современные материалы, современную технологию, современную кровлю. К сожалению, использование этих материалов, бетона, армированного бетона, новых деревянных конструкций, оно очень серьезно дало нагрузку на вот эти вот стены, датируемые еще в 16 столетии. Херсонест, аврийский крепость, основана в пятом веке до нашей эры древними греками. Раскопки здесь ведутся почти две сотни лет. В 1994 году Херсонест стал национальным заповедником Украины, а за год до аннексии был занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После захвата Крыма россияне на древних раскопках устраивают шоу. В мае 2018 построили сцену для театрализованных постановок. Во время этого строительства проводили благоустройство территории. Под этим благоустройством тоже очень много повредили культурного слоя древнего города. И это зафиксировано севастопольскими активистами, что там вывозили под видом мусора. Но среди этого мусора оказались и мраморные колонны, и другие там очень ценные артефакты. Прокуратура автономной республики Крым завела уголовные дела в отношении нелегитимной реставрации ханского дворца, а также незаконных раскопок в Херсонесе, вывозе исторических ценностей под видом экспонирования в России. Мы как минимум постоянно накапливаем базу и следим за процессом того, что происходит. Как это, если мы берем Херсонес-Таврийский, то есть моменты раскопок, моменты того, что оттуда что-то вывозится, моменты того, что на территории там проводятся всевозможные фестивали. После аннексии Крыма украинские правоохранительные органы не могут вести расследование на полуострове. В целях безопасности эксперты не рискуют туда ездить. Украина ведет переговоры о проведении международного мониторинга памяток культуры в аннексированном Крыму. Нам удалось договориться и практически подписать соглашение о проведении прямой мониторинговой миссии ЮНЕСКО. В ближайшее время эксперты из ЮНЕСКО вместе с нашими специалистами должны получить всю базу данных о том, какое состояние объектов было, когда они номинировались на список ЮНЕСКО. Ведутся переговоры с ЮНЕСКО о назначении генерального комиссара по культурному наследию. Его компетенции не только фиксация нарушений, но и назначение расследования. По факту преступного отношения к памятникам архитектуры и культуры на аннексированном полуострове.